Всем привет! Расскажу вам о походе по Грузии, который называется Верхняя Сванетия. Это был поход вверх-вниз, 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 как на американских горках. Когда ты поднялся, ты думаешь, о, круто, ты герой, ты молодец, ты поднялся, и виды красивые. А потом ты берешь и спускаешься, и ты уже не молодец. И так весь поход, вниз-вверх, вниз-вверх, вниз-вверх. В 15-м году, когда мы ходили в августе, у нас собралась веселая компания. Точно, с Лешей Воронковым я была знакома. Лешка Воронков взял с собой квадрокоптер. Квадрокоптер. Иди, у него что? И он его тащил весь поход. Вниз-вверх, вниз-вверх. Я там была. Да, он все пугал коров, но надо было отойти подальше, когда он его запускал. Значит, мы не все время ходили с рюкзаками. У нас были радиалки. Мы бросали свои рюкзаки где-нибудь под кустиком или просто в палатке их оставляли. И палатку оставляли, и рюкзаки оставляли. Кто запомнилась из этой радиалки? Помню, что было жарко. А это красивенький водопадик, название которого я совершенно не знаю. На самом деле, ходили к леднику Ужбы. Мы решили покататься по снегу. Сейчас, блин, до лагеря доедет. Ай, руки, руки. Я уже на жопе езжу. Да, было очень смешно, потому что под снегом была куча камней. Вот. Это мы уже куда-то ползем вверх. Опять очередная радиалка. И, как всегда, на любой радиалке Лешка доставал свой квадрокоптер и его куда-то запускал. Помнится, он его в конце, кажется, разбил. И даже, по-моему, Лешка мне разочек разрешил его запустить. Но у меня ничего не получилось. А это мы лазили на башне. Если честно, было очень-очень-очень страшно. А я ж не увижу, я не подойду к краю. Я сидела на этих досточках и думала, главное, чтобы они никуда не провалились. И чтобы не свалиться с этой славной башни. Вот, да, видите, с крыши запускает. Было очень забавно, как потом этот квадрокоптер ловили. Вот, вот, вот. Ладно, почти, почти, почти. И опа, и словил. Круто. Это мы пошли дальше. Ну, кажется, мы просто и куда-то идем. А, да, там был славный спуск, когда ты не можешь спускаться лицом вниз, потому что иначе ты свалишься. И приходилось разворачиваться попой и спускаться. Вот, и мы шли, 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 спускались. О, это была переправа. О, это я. Мне доверили квадрокоптер. Да, у нас была ситуация. У Влада порвалилась обувь. И Владу пришлось ходить весь поход в сандалях. Да, а это мы куда-то ползем. Ползти приходилось чуть ли не на четвереньках, хватаясь за эти растения. Палки очень мешали. В какие-то моменты они мешали, иногда они помогали. А накануне был дождь, поэтому было очень мокро-сыро. Вот, а это мы уже спустились. Вот, немножко снежка, довольные, счастливые. Пошли себе дальше. О, а это очередная радиалка, наверное, на которую я не пошла. О, забрались на хребет. А это озера. Это какие озера? Мы думали набрать воду из этого озера и приготовить кушать. Оказалось, что в этой воде живут какие-то маленькие ч***ки. У нас были волшебные таблетки. Ух ты, я просто. Мы взяли чистую футболку и через нее профильтровали эту воду. Прокипятили, прокипятили, закипятили эту воду. И только после этих манипуляций мы начали готовить ужин. Вот самое классное в походе это реально ужин. А, последний ночлег, это там, где мы уже в селе ночевали. Там, где уже чувствовалась цивилизация. Все нашли магазин. В этом селе был магазин, куда немедленно побежала вся группа. Нет, вот в походе не кормили хачапури. В походе была обычная походная еда. На завтрак мы кушали кашку с изюмкой. На обед у нас был хлеб, бутербродики. Ммм, с сыром. Вот, что касается погоды, ну я не помню каких-то ужасных, какой-то ужасной погоды. Там, если я не ошибаюсь, один раз был дождь и был град, который бил очень сильно по ногам, по рукам. Потом град перешел в ливень и мы, по-моему, даже до конца не спустились. Мы нашли подходящую площадку, там устроили ночлег. К счастью, у нас был тент. Вот, еще помню, был один случай, когда мы под тентом снимали грозу. Был один такой момент. О, значит, два раза уже был дождь. Улиточку снимали, это когда внизу, мы тоже тогда под дождь попали. Это перед подъемом по рододендронам было. Да, поход был не из самых простых. Сама тропа не сложная, абсолютно не сложная. Лучше всего, конечно, перед каждым подходом, лучше как-то подготовиться. А, точно, у меня была тоненькая оранжевая пуховка, шапка и варежки. От дождя дождевик. И все. И отправились в Батуми. Гуляли по набережной. И мы жили в хостеле. Одним словом, приглашаю всех в поход по Грузии. Привет, меня зовут Света. Я как на собеседовании прям сижу и рассказываю это самое. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!